Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. В этом уроке мы с вами разбираем инфинитив и герундий, но более сложные вещи. Хорошо, как правильно сказать? Я не знаю, как решить эту проблему. Я не знаю. I don't know, как решить. Это неправильная форма. Используем to и глагол. Получается, как решить эту проблему. Я не знаю, как решить эту проблему. I don't know how to solve this problem. Смотрите, как мы скажем. Честно говоря, я бы не хотел идти туда. Фразы, честно говоря, to be honest. Да, иногда так же тут встречается в таких вот водных конструкциях. Например, to be honest. Честно говоря, to be honest, я бы не хотел, I wouldn't like, идти туда, to go there. To be honest, I wouldn't like to go there. А честно говоря, я бы не хотел идти туда. To be honest, I wouldn't like to go there. Или, например, как сказать? Сказать тебе по правде, я был очень удивлен услышать это. Сказать тебе по правде. Это фраза to tell you the truth. To tell you the truth. А да, встречается по-разному. Или так, to tell you the truth. Или просто без you, to tell the truth. To tell the truth. И так и так возможно. To tell the truth. Или же to tell you the truth. Как здесь. Дословно, сказать тебе по правде. To tell you the truth. Я был очень удивлен. I was very surprised услышать это. To hear it. To tell you the truth. I was very surprised to hear it. To tell you the truth. I was very surprised to hear it. Сказать тебе по правде. Я был очень удивлен услышать это. To tell you the truth. I was very surprised to hear it. Или, например, как правильно сказать? Откровенно говоря, мне это не нравится. Фраза. Откровенно говоря, to be frank. To be frank. Мне это не нравится. I don't like it. To be frank. I don't like it. To be frank. I don't like it. Откровенно говоря, мне это не нравится. To be frank. I don't like it. Хорошо. Также следует сказать, что мы часто используем in-форму именно с фразовыми глаголами. Например, смотри, такой пример. Он продолжает делать это. Продолжать. Используем здесь go on. Скажем, он продолжает. He goes on. Сделать это. Используем сказать doing it. He goes on doing it. He goes on doing it. Почему именно так? Потому что, помните, мы говорили, если предлог отлично от to, то мы используем и на глагол с инкформой. Поэтому, да, здесь именно так. He goes on doing it. He goes on doing it. Получается, используя go on, он продолжает делать это. He goes on doing it. Хорошо. Как мы скажем, используя enjoy, он обожает играть в футбол. Он обожает. He enjoys играть в футбол. Вспоминаем enjoy doing, поэтому получается he enjoys playing football. He enjoys playing football. He enjoys playing football. Он обожает играть в футбол. He enjoys playing football. Также здесь нужно еще кое-что добавить. Смотрите, давайте вспомним некоторые слова. Путешествие по-английски будет traveling. Видите, именно инкформа. Далее, изучение английского. Это будет learning English. Пробежка. Jogging. Плавание. Swimming. То есть не просто глагол, а глагол с инкформой. Это выражено подвижающим. Это важный момент. Давайте еще раз повторим. Traveling. Learning English. Jogging. Swimming. Хорошо. Как правильно сказать? Пробежка – это очень хорошее упражнение. Получается, пробежка. Jogging. Это из… Очень хорошее упражнение. A very good exercise. Jogging is a very good exercise. Jogging is a very good exercise. Пробежка – очень хорошее упражнение. Jogging is a very good exercise. Хорошо. Как мы скажем? Врачи говорят, что плавание – хорошо для нашего здоровья. Врачи говорят что? То есть вообще врачи… Поэтому получается doctors say that… Doctors say that… Плавание. Swimming. Хорошо. Is good. Для нашего здоровья. For our health. Doctors say that swimming is good for our health. Doctors say that swimming is good for our health. Врачи говорят, что плавание – хорошо для нашего здоровья. Doctors say that swimming is good for our health. Хорошо. Как сказать? Я абсолютно уверен, что это один из лучших методов изучения иностранных языков. Я абсолютно уверен, что… I am absolutely sure that… I am absolutely sure that… Это один из лучших методов. It's one of the best methods изучения of… Да не просто learn, а of learning. Потому что предлог отличный от to, потому что не просто learn, а learning, of learning, иностранных языков foreign languages. I am absolutely sure that it's one of the best methods of learning foreign languages. Я абсолютно уверен, что это один из лучших методов изучения иностранных языков. I am absolutely sure that it's one of the best methods of learning foreign languages. Хочется еще сказать, что также есть некоторые конструкции, которые требуют именно инк-форму. Например, как правильно сказать? Эти упражнения стоит сделать. Эти упражнения «these exercises» стоит сделать. Мы говорим «are worth» и далее глагол с инк-формой «doing». «These exercises are worth doing». «These exercises are worth doing». Вот такая конструкция. Получается, эти упражнения стоит сделать. «These exercises are worth doing». По аналогии скажем. Этот фильм стоит посмотреть. Этот фильм «this movie» стоит «is worth» и далее глагол с инк-формой «посмотреть». «watching». «This movie is worth watching». «This movie is worth watching». Этот фильм стоит посмотреть. «This movie is worth watching». Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Теперь давайте перейдем к смешанной практике. Итак, как правильно сказать? «Лучше сделать это сейчас». «Лучше сделать». «It's better to do» — «это сейчас» — «it now». «It's better to do it now». «It's better to do it now». «Лучше сделать это сейчас». «It's better to do it now». Часто говорят, что преподавание — это напряженная работа. Часто говорят, пассивный залог. Получается «it is often said», что «that» преподавание. Здесь не просто «teach», а с инк-формой. Получается «that teaching» — это напряженная работа. А дословно «это стрессовая работа». Часто говорят, что преподавание — это напряженная работа. Очень полезно делать эти упражнения. Далее скажем, используя «glad». «Я очень рад видеть тебя». «Я очень рад видеть тебя». «To see you». «Я очень рад видеть тебя». «I'm very glad to see you». Хорошо. Как правильно сказать? Его план — зарабатывать 2000 долларов ежемесячно. Его план. «His план — зарабатывать». «Из» — «из» — «зарабатывать». «To earn» — «2000 долларов ежемесячно monthly». «His план is to earn 2000 долларов monthly». «Его план — зарабатывать 2000 долларов ежемесячно». «His план is to earn 2000 долларов monthly». «Она не знает, куда идти». «Она не знает», «she doesn't know», «куда идти», «where to go». «She doesn't know where to go». «She doesn't know where to go». «Она не знает, куда идти». «She doesn't know where to go». «Честно говоря, я не знал». «Честно говоря, эта фраза «to be honest», «to be honest», «я не знал», «I didn't know», «I didn't know», «to be honest», «I didn't know», «to be honest», «I didn't know», «to be honest», «I didn't know». «Честно говоря, я не знал», «to be honest», «I didn't know». Вопрос. Ты готов сделать это прямо сейчас? Ты готов сделать это? Are you ready to do it? Прямо сейчас, right now. Are you ready to do it right now? Are you ready to do it right now? Ты готов сделать это прямо сейчас? Are you ready to do it right now? Хорошо. Как правильно сказать? Более сложно переводить с русского на английский. Более сложно, а дословно мы говорим это более сложно. It's more difficult переводить to translate с русского from Russian на английский into English. До фразы, видите, когда мы переводим с одного языка на другого, начали from, потом into. Получается to translate from Russian into English. It's more difficult to translate from Russian into English. It's more difficult to translate from Russian into English. Более сложно переводить с русского на английский. It's more difficult to translate from Russian into English. Хорошо. Как правильно сказать? Я уверен, что это один из лучших способов изучения английского. Я уверен, что... I'm sure that... Это один из лучших способов... It's one of the best ways изучения английского. Of learning English. Обязательно видите здесь in form. Of learning English. I'm sure that it's one of the best ways of learning English. I'm sure that it's one of the best ways of learning English. Я уверен, что один из лучших способов изучения английского... I'm sure that it's one of the best ways of learning English. Как мы скажем, нет сомнений, что эту книгу стоит прочитать. Нет сомнений. Это фраза no doubt, no doubt, или как вариант, there is no doubt, или просто no doubt, или there is no doubt, или кратко просто no doubt, no doubt, что that... Эту книгу стоит прочитать. Эту книгу стоит... This book is worth... И далее прочитать с инкформой... Reading. No doubt that this book is worth reading. No doubt that this book is worth reading. Нет сомнений, что эту книгу стоит прочитать. No doubt that this book is worth reading. Как мы скажем, это видео определенно стоит посмотреть. Это видео... This video. Определенно. Вначале говорим is, далее определенно definitely. This video is definitely... Стоит... Worth... Посмотреть. Не просто watch, а с инкформой получается watching. This video is definitely worth watching. This video is definitely worth watching. Это видео. Определенно стоит посмотреть. This video is definitely worth watching. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь породенный материал, приложение English Galaxy и достижение максимального эффекта. До встречи. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok